Привет зритель, сейчас у нас с тобой тут будут пустые баночки Майя Хоть Майя еще не совсем закончился, но я думаю вполне себе можно уже обозреть Вот как обычно тут, в традиционной этой сумочке у меня Изначально их было чутка меньше, и вчера я их хотела еще записать, но Стала делать мыл ручной работы, дезик с собой в дорогу, тоже ручной работы У меня внезапно случилось аж три пустых баночки эфирного масла, ибо они все закончились Ну в смысле все три закончились Это у нас моя любимая марка НМ, натуральное масло, покупалось в аптеке Масло лимонное эфирное, 10 мл 39 рублей оно стоило Ибо тут еще наклеечка сохранилась В общем вот такое вот фирма натуральное масло, эфирное масло лимона Хорошее эфирное масло лимона Пахнет лимоном Частично использовала для домашней косметики, частично использовала для аромалампы Соответственно советую, вообще фирму натуральное масло я советую всегда Продается в аптеках, может быть где-то еще продается, но вот я исключительно в аптеках ее покупала Нигде в другом месте не видела, ну в смысле вот на сайтах каких-то рукодельных косметик или там типа того Иногда тоже попадаются натуральные масла, но я их покупала сама в аптеках только Это у нас тут наклейка с другой стороны И видимо в другой, да, в другой аптеке я покупала 84 рубля, это у нас тут кстати тоже наклейка Эфирное масло с шалфеем ускатного, тоже натуральное масло Так как я не особо как бы его нюхала, я его стабильно просто добавляю Вчера даже баночку, крышечку оказывается не закрыла Стабильно добавляю дезидоранты, самопальные, восковые, либо масляные Но я в последнее время делаю, году-два так Уже стабильно так делаю, если есть воск Стараюсь делать просто восковые, потому что они удобнее Правда хранить их надо в холодильнике Если допустим вот плюс 20 градусов или как-то так В общем он так пахнет специфически Но так как я его раньше не нюхала, то не знаю как так он пахнет или не так По большей части какой-то слегка травой Шалфей мускатный Тоже хорошее, соответственно, масло тут ну совсем капелюшечка осталось Но по-моему оно уже не выпадет, потому что Единственный минус иногда у них бывает Ну не так вот поставишь, не совсем настроишься И очень много выливается из этого дозатора И вот если правильно понять как настроить, то оно капает вполне нормально А если вот взял как-то неаккуратно, то можно вылить слегка больше чем нужно Ну и тут бумажка Эфирное масло шалфея мускатного Что с ним можно делать Тоже, соответственно, советую Так, и закончилось у меня еще натуральное масло, эфирное масло чайного дерева По чем счастья не знаем, потому что тут уже ничего нету, никакой наклеечки Ну те два я брала просто, они были последними с витрины И, кстати, вот это у нас в апреле 2018 года сделано У них у всех трогодности три года Это в ноябре 2018 года сделано А это у нас в декабре 2018 года сделано Декабрь лимонная Ой, упала Не закрылась там коробочка Не закрытая была Так, потом Шалфей у нас за ноябрь прошлого года Лимон за декабрь И вот это вот за апрель Тут тоже вот, ну буквально капелюшка осталась Пахнет конкретным таким этим чайным деревом Не, конечно, можно вот эту фиговину снять ножницами Или еще как-то поддеть и остатки вылить Но сейчас мне уже как бы без надобности И из-за двух капель геморроица Смысл не вижу Задолбанулась об телефон Но у телефона ничего не случилось На мою часть У меня закончился крем для рук Атыфраше очень классный Больше похож на бальзам для рук Атыфраше Растительный уход для красоты рук А, он бальзам есть Восстанавливающий бальзам для рук с арникой 50 миллилитров На самом деле тут не сколько арника Тут еще масло ши Я так поняла, что я тащусь от запаха масла ши Очень классно Очень напоминает бальзам для сухой кожи рук и тела Тоже икрашевский, но именно с маслом ши После вскрытия живет 6 месяцев Но он не успел прожить эти 6 месяцев Ну или, скажем так, может быть через месяц бы И у него как раз были эти 6 месяцев И я вчера не заметила, как вот Выцепила оттуда самый последний кусочек Очень классный Бальзам Я, наверное, его, возможно, обозревала В покупках Ифраше, когда делала В начале года заказ себе И там вот можно было по бонусу Ну, у меня было пара бонусов По одному бонусу шли духи, которые мне не нравятся Да, любовь Уидамур А по-другому шел вот этот бальзам Так как я его не пробовала Ну и мне как бы Не то, чтобы у меня был дефицит кремов для рук Но что-то я решила, что вот Почему бы и нет И он, в общем, не пожалел Очень хороший, очень классный Хорошо впитывается Действительно увлажняет Нет никакого липкого эффекта Или еще какой-нибудь там Типа взял телефон и он упал Или ручку, ножку и так далее, да Вилку Очень хороший крем Я не знаю, сколько стоит Ибо, как уже говорила Пришел в подарок за заказ Но вот если буду в фрашей И мне понадобится крем То буду иметь в виду Ой, простите, что так называю Буду иметь в виду, что, в общем, он хороший Ну и вам, соответственно, советую Хороший крем, в общем Даже, можно сказать, отлично крем для рук Я им даже пару раз смазала свои пятки на ногах Тоже очень классно идет Так, у меня закончился гель для душа Тут подичка какая-то так осталась Омывающая Натуральный гель для душа Мандарин От Organic Thai Что хочу сказать Ручная работа Тайский СПА Ромотерапия Первым в составе идет гидролат Лаванды Потом частично такой же состав Вот как в Ифраше В Эйвен В Гриммаме В их бывших гелях Еще в каком-нибудь там обычном геле Ну, то, что первым, правда, идет не вода там какая-нибудь А именно, что гидролат лаванды Только этим выигрывает Он очень экономичный Он очень густой Вот, допустим, шампунь Я разводила немножко в каком-нибудь контейнере Или там бутылочку Наливала немножко этого шампуня Добавляла воды там 1 к 5 Взбалтывала И чуть-чуть на голову И нормально Но голова, волосы на голове Это не тушка На тушку надо слегка побольше И, в общем, честно, я немножко разочарована Он, конечно, густой За счет этого экономичный Но вот пену он дает какую-то такую Вот, ну, никакую И иногда вот ощущение, что Вот пол тушки еще не намылил А уже губка сухая И надо ее чем-то увлажнить И хоть я его и наливала побольше Наливаешь побольше Вообще как бы неэкономично идет Вот Потому что, соответственно, губку вот этим шариком Воды льется дофига Чтобы пена была как-то вот отжалась Как-то намылилась И приходится еще добавлять Если разбавлять его То вот я разбавляла, допустим, так же 1 к 5 Как на волосы, допустим Я даже волосы эксперимента ради им помыла Вот мне кажется, что, в принципе, шугель для душа Шампунь для волос Я не помню, как там по составу Потому что у меня как бы бутылочки не сохранилось Но на сайте, конечно, я на Азоне покупала За 505 рублей его Как раз попала на скидки Когда доставка была дофига дорогая Допустим, 299 рублей на нашу базу выдачи Цены были Ну, сравнительно намного ниже Чем, допустим, сейчас Сейчас он, по-моему, около 800 рублей стоит Вот эти же 260 миллилитров Ну, тут тоже, как в Гринмаме Рисуночек не тестируется На кроликах, в смысле, на животных Перерабатываем Типа пластиковый Перерабатываем И вот это вот Биоразлагаемое Или что-то в этом роде 24 месяца Срок годности у него 12 месяцев после вскрытия В общем Помыла я им голову Эффект такой же, как вот от шампуня Если бы я с шампунем таким же помыла голову Но вот на тушку, на тело, да Вот 1 к 5 разбавляла И всё равно надо было доливать И вот неэкономичный на самом деле Он, если честно, вот как-то я не поняла Может, я как-то им не так пользовалась Ну, первое, вот я помню, тестировалась На 10 капель я на губку вылила Начала капельку Сначала 2 капельку 2, потом добавляла, добавляла, добавляла И так частично промыла саму себя Но я думаю, что она была или сразу 10 капелек Или приличное количество Как я уже говорила В общем, что-то я его не поняла Ну Не знаю, поставить ему 5 или 3 или 4 Ну, допустим, 5 за состав Да, ну состав, вот как я уже говорила Тут, конечно, нет Типа СЛС, парабенов и прочей хрени Кстати, вот сейчас узнаем Ну, тут у нас идёт гидролат Лаванды, потом Какамидопропилбетаин Экстракт алоэ вера Ещё какая-то хренатень Ну, мылищая, видимо Но не знаю насчёт растительного Или происхождения Потом экстракт зелёного чая Глицерина Видимо, морская вода Или что-то такое Цитрусовая кислота Потом Ещё чей-то там А, видимо Угуречный экстракт Потом масло ЖЖБА Мандариновая эссенция Эссенция мандаринового масла Даже так И грейтфрутовая кислота Экстракт Как бы состав такой вроде нормальный Но Ту же самую Гринмаму или Фраше взять И вот там у них также будет Вот этот какамидо чего-то там Фигня какая-то неведомая Ну может там у них экстрактов будет поменьше Чем здесь Ну как бы Мой близкий родственник сказал Когда мутился какой-то шампунь Там мыло или ещё что-то Слишком много ингредиентов Которые друг на друга наслаиваются Короче Сказать что я поставлю ему 3 Будет наверное не это Ну Повышенная цена Нормальный более-менее Ладно Хороший состав Но не экономичный Там сделано в Таиланде Или ещё где-то Вот тут написано Что сделано в Таиланде В общем Скажем ему 5 с плюсом Чтоб никого не обижать Его в том числе Но я Не думаю что буду его повторять Не потому что он дофига допустим дорогой Но я ожидала что за такие деньги Он всё-таки действительно как Шампунь мне тогда хватило на 4 месяца А тут В лучшем случае на полтора Так У меня закончился Бальзам для волос Свобода Фирмы российской Фитотерапия Бальзам-ополаскиватель Для всех типов волос Экстракт жиршения Экстракт зелёного чая Провитамин В5 Здоровый блеск Питание А Пардон Здоровый баланс Питание и блеск Что же снимают-то Пардон Зазевание 430 миллилитров Хороший такой Он напоминает мне по дизайну И примерно по консистенции Миссис Грин Я такой покупала Года 2 или 3 назад На Азоне Но на Азоне Уже давно его Нет наличия Так больше нигде не встречала Сделано в России 12 месяцев после вскрытия Сделано 13 так Это реально фиг Это когда-то Короче до мая 21 года У него срок годности Это 13-17 Партия номера Номер партии Реально так и написано Партия номера Видать очепятка Свобода Хороший сочетался Если допустим Самопальным мылом голову мыть Или просто мылом голову мыть Или шампунем Или еще чем-нибудь Или гелем эксперимента ради В общем хороший барзам Нейтрально Приятно пахнет Там уже ни черта нету Ну Скажем так Средний наверное Консистенции Не жидкий Не супер густой Вот я помню У Гринмамы был Экоцепт Не помню вообще Их линию Но называлось оно Что-то там Экоцепт И он был Очень густой Он настолько густой Что вообще было Ну проблемно даже достать Вот Наверное по консистенции Ближе Гринмамовским Обычным Классическим Этим Бальзамом Вот как я недавно Обозревала Бальзам Гринмама Заказ Как раз вот Гринмамовский Хороший короче Бальзамчик Я его покупала У нас в черном коте Давно на него Вообще смотрела Сначала меня Немножко бесило Что он Закосу этой Свободы Как раз Под миссис Грин А потом Подумала Ну да ладно Каталожки Тоже друг друга Что-то тырят По дизайну И короче говоря Я шампунь не пробовала Но вот бальзамчик Если увижу То обязательно Если такой куплю Очень хороший Мне понравился Скажем так Пять с плюсом Ну и последняя Нет Еще не последняя Предпоследняя Снова Ифраше У меня такой пробник Еще остался Приходил Как-то за заказ Это Ифраше Сенситив Вежитал Три чего-то там Три каких-то вещи Один миллилитр Тут у нас был В общем Увлажняющий крем Увлажняющий крем От покраснений Так как Ничего не написано Дневной он Или ночной Я его нанесла Чисто вечером Дня три назад Утром Как бы кожа нормальная Такая Ну не сказать Что она у меня была Какая-нибудь С дефектами Ну Можно сказать Что увлажненная Нежирная Все такое Но вот он Очень плотный И Вот чисто для меня Он ночной Не знаю Если он дневной То для какой-то Супер Не знаю Кожи Там для зимы Для супер Сухой кожи Или даже Не знаю Для чего Но плотная Консистенция Если только Использовать Как на ночь Я себе Такой не буду Покупать Потому что Мне как бы Я ночными кремами Вообще Храйне редко Пользуюсь Да и сейчас Кремами тоже Редко пользуюсь У меня на этот Чет есть Или Ифрашевская Та же маска Увлажняющая Или Алоэ Гель Который я уж Не помню Какой-то корейской Фирмы Ла ферма Или что-то такое Кстати Сделано оно У нас В Мексике Даже нет Оно сделано В общем Франция Сделано В Ирландии И Экспортировано В Мексику А потом Только в Рашку Попало В общем Какими-то Окольными Путями Оно шло До нас Ну и Последнее Уже Точно Последнее Внезапно Наконец-то У меня Закончился Бальзам для губ Нибея Японская Киевариант Нивея Дилисион Дроп Короче Деликатные Капли Гритфрут И мята По вкусу Он был Как лимон В общем Вот тут Вообще Все уже Полностью Я тут Как-то Его выдавливаю Выкручиваю Выкручиваю Думаю Чего же он Все не выкручивается А потом Понимаешь Он закончился Слегка Таким вот Эффектом Как бы Увеличиваю Увеличение Объема губ Эффект Такой чисто За счет мяты По вкусу Реально Такой лимон Очень приятный Можно сказать Приятный к телу На губах Ощущался нормально Хорошо Улажнял Это мне В подарок Прислала Алена У которой Алена с Украины У которой Блог про путешествия И еще другой Блог про косметику И на той И на другой У меня есть ссылки В разделе На канале Интересный канал Или как-то так Ну и если не забуду Постараюсь поставить ссылку Если не в инфобоксе На нее Но вот В этом самом ролике Так Буквка и Не помню В прошлых пустых баночках Что у меня было Если я забыла Там поставить ссылки То нам Короче Загляну на канал И исправлю В сей момент В общем Очень хороший Японский Бальзамчик Для губ Будете в Японии Советую Очень классный Спасибо Алене За подарок И Спасибо Япошкам Что они делают Такую Замечательную Косметику В общем Вот такие у меня Пустые баночки Вроде как Небольшие В этот раз Всем спасибо За просмотр И всем Пока До новых встреч